Ивановские водители продолжают садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Итоги регулярных рейдов тому доказательство. Проводить массовые проверки стали не только в выходные, но и в будние дни. Оказалось, что ездить по городу под шофе автовладельцы не боятся не только когда стемнеет, но и днем. Это были разные дни, в том числе и дневной один рейд. Мы проводили его на проспекте Текстильшиков. Там в дневное время выявлялись нарушения водителями, управлявшими в состоянии опьянения. В ночь со среды на четверг сотрудники госавтоинспекции провели массовый рейд на Кохомском шоссе. Выбор места проведения проверки не случайен. В этом районе за полгода произошло три ДТП с участием подвыпивших автолюбителей. Прежде чем выбрать участок, проводится анализ аварийности и выявляемость нарушений по тому или иному направлению. В данном случае по выявлению в состоянии алкогольного опьянения также ДТП по вине водителей, управляющих транспортизацией, в состоянии опьянения. Каждому вызывающему подозрения автовладельцу предлагали подышать в трубку. В итоге инспекторам удалось выявить мотоциклиста, который в состоянии алкогольного опьянения управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Хозяину предложили собственноручно загнать свой байк на эвакуатор. Забрать мотоцикл владелец сможет только оплатив штраф. Вот этот белый «Мерседес» также погрузили на эвакуатор. Хозяин иномарки изрядно выпил, но сам за руль не сел. Однако предложил везти машину своему другу, у которого не было прав. В итоге добираться домой всей компании пришлось на такси. За ночь инспекторы проверили около 500 водителей. В итоге составлено 30 протоколов. 7 из них касались тонировки. Сотрудникам ГИБДД до сих пор приходится принуждать автовладельцев выходить из тени. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.